Продвинулись уже на 4 километра. Украинские силовики перешли в наступление под Дебальцево. За ситуацией следит наш корреспондент в Донбассе Сергей Макаренко. Выходит с нами на прямую связь. Сереж, приветствую тебя. Какие известные подробности на эту минуту про операцию? Приветствую вас, Елена. На самом деле информация из этой области приходит обрывиста. Она еще не совсем полная, но на данный момент нам точно известно, что вооруженные силы Украины в 7 часов утра по московскому времени предприняли попытку прорыва в населенном пункте Логвинова. Это так называемое Дебальцевское направление. Напомню, именно в этом населенном пункте захлопывалась крышка так называемого Дебальцевского котла. В ходе этой операции вооруженным силам Украины удалось захватить две ключевые высоты вокруг населенного пункта Санжаровка. И сейчас он по факту находится в огневом окружении. В ходе этой операции вооруженные силы Украины применяют как бронетехнику, танки, так и пользуются огневым прикрытием тяжелой дальнобойной артиллерии калибром 152 и 122 мм. Об этом нам сообщили в штабе оперативного командования Донецк. На данный момент известно о том, что они вглубь вклинились территорию до 4 км. С применением бронированных машин, БМП и танков. Бои на данный момент продолжаются. Они пытаются закрепиться, но пока им это не удается. Ну вот буквально сейчас только что пришла срочная информация о том, что в ходе ответных действий, активных ответных действий силам народной армии удалось отбить одну из высот, а значит информация об окружении Санжаровки уже не актуальна. Но чем все это закончится, посмотрим уже в ближайшие часы. Напомню, что буквально вчера вооруженные силы ДНР заявили о том, что пересмотрят концепцию реагирования на подобные провокации. И на самом деле звоночки о подобных ситуациях приходили уже достаточно давно. Напомню, что буквально каждый день в ДНР заявляли о том, что вооруженные силы Украины концентрируют силы и средства вдоль всей линии разграничения. И повторюсь, в ходе этих боестолкновений уже есть потери у обеих сторон, но точная информация будет известна по окончании. Мы сразу с вами святимся. Елена. Спасибо. Наш корреспондент в Донбассе Сергей Макаренко выходил с нами на прямую связь.